Украинцы, украинки, сегодня тоже начну свое обращение с сообщения о том, что произошло в Турции. Наконец-то нам удалось организовать встречу наших ребят, командиров из Азовстали, с родными. Встреча именно в Турции, где наши воины находятся согласно договоренности об их освобождении. Они в полной безопасности, с гарантиями президента Турции Эрдогана. Им обеспечены надлежащие условия. И теперь они могут видеться со своими родными. Они не виделись в течение долгих месяцев. И вот теперь я благодарю всех, кто обеспечил им возможность снова быть со своими семьями. И мы сделаем все, чтобы для семей всех украинцев, еще находящихся в российском плену, однажды стала возможной такая встреча. Встреча с родными. Украина ценит людей, спасает людей и помогает всем нуждающимся в помощи. Это фундаментальное правило для нашего государства. Так будет всегда. Большая группа наших чиновников продолжает работу по оказанию необходимой помощи всем, кто был освобожден из российского плена. Вопросов, как вы понимаете, очень много. Это не только лечение и реабилитация, но и большой объем социальных вопросов, часто юридических. Государство обязательно поможет все их решить. В то же время достаточно интенсивно на разных уровнях власти делается все, чтобы вернуть нормальную жизнь в освобожденные от оккупантов районы. В общей сложности это более 4,5 сотен населенных пунктов в одной только Харьковской области. Те, что были освобождены благодаря оборонной операции, которая началась в сентябре и продолжается. Возобновляется работа транспорта, почты, полиции, нормальная поставка воды, газа, электричество, насколько это возможно. После оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена. Ущерб колоссальный. Но жизнь возвращается. Возвращается повсюду, где выгнали оккупантов. Осуществляем и социальные выплаты, пенсии, зарплаты. В том числе и учителям, которые были верны Украине и не перешли на программу оккупантов. Это действительно очень важно. Российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролируемых оккупантами. Что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред. Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантом и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг, или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить электроснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить. Сотни тысяч людей находились на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи достаточно быстро устанавливаются службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовую поддержку в Украине. И это факт. Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Идут жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной. Все больше оккупантов пытаются убежать. Все больше потерь понесет вражеская армия. Все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, войдя войной против Украины. Конечно, там много фанатиков. Тех, кто никогда не признает очевидную вещь, что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить. Ибо невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет. О народах России нельзя сказать того же, что об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не может объяснить, а зачем ему это лично? Почему он должен рисковать своей жизнью? Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кто был мобилизован неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям. У них нет никакого опыта, чтобы воевать на такой войне. Но российскому командованию просто нужны какие-то люди, любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает. Ей не помогут какие-то там псевдореферендумы, какие-то там объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где. Есть четкая и международно признанная граница Украины. Есть жизни, которые мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы сделаем. И еще одно. Сегодня Россию окончательно отстранили от принятия решений в мировой авиации. Не будет больше представителей государства-террориста в руководящем органе, в Совете Международной Организации Гражданской Авиации. Это очень важный мировой институт, который является специализированным учреждением ООН, и это очень выразительный сигнал всем другим международным организациям. Государство, нарушившее столько норм международного права, нельзя оставлять в каких-либо международных организациях, как якобы нормального участника. России не место в глобальном сообществе. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать свободу. Слава всем, кто борется за Украину. Слава Украине! Слава Украине!